Так выглядел посёлок Лоо этим утром. По словам жителей, в результате ливня оказались потоплены улицы и часть федеральной трассы. Пробка растянулась от села Детляшка до Лоо. Резко затопило и центр Сочи. Под мостом микрорайона Ореда машинам пришлось нырять в лужу. Залило улицу Пластунская центрального района. В центре Сочи потоки воды хлынули и в подземные переходы. А целое озеро образовалось на площади возле скульптуры талисмана Олимпиады на улице Новогинской. Но помешало это далеко не всем. Обходя потопление, некоторые люди продолжили свои неспешные прогулки по туристической улице. Несмотря на сильный дождь в утренние часы, река Сочи шла умеренным потоком, в то время как все городские улицы практически опустили от жителей и туристов. Гулять под дождем остались единицы. «Не хочется сидеть дома, потому что я не сочинка, я отдыхаю. Мне хочется просто погулять. И в принципе, в Сочи любая погода хорошая, даже такая». «Сюда приехали за впечатлениями на большой город посмотреть. И вот так вот неудачно. «Расстроились». «Расстроились сильно. Сидели, сидели, решили все равно даже в дождь пойти». Сохранило утром спокойствие и море. Шторма и запрета на купание не было. Пляжи остались открыты. Чем и воспользовались самые активные гости курорта. «А что дома делать? Лучше на свежем воздухе. Мы приехали на море, мы приехали купаться. Теперь погода не важна». «Я обожаю такую погоду. Мне кажется, самая идеальная. А тут вот еще бывает, когда волны, собаки лают на волны. Я вместе с ними лаю на волны». «Погуляем по городу, посмотрим достопримечательности. Там церковь какую-то есть, туда сходим. Найдем чем заняться». Тем не менее, администрация города рекомендует населению принять все необходимые меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды. Ранее сообщалось, что до конца суток, 18 июля, в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение по ливням с грозами, градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду. У берегов Черного моря возможно образование смерчей. «Метеорологи предупреждают о неблагоприятных погодных условиях до конца суток. Местами ожидается сильный дождь и гроза. И такая погода, по прогнозу, продлится всю неделю. Городские службы переведены в усиленный режим». Синоптики также обещают интенсивный дождь на курорте 19 июля. Температура воздуха опустится ниже нормы на полтора градуса во всем Южном федеральном округе. Дарья Дмитриева, Александр Киреев. Время новостей.